здравствуйте моя семья моя интернет семья и все кто только что ко мне присоединились всем здравствуйте а сейчас я пересматриваю ваши комментарии читаю ну те которые мне мой сын оставил читать у меня редактор есть и вот под видео где единственная первая и последняя леди бывшей нашей страны кто не видел я внизу сделаю ссылочку в описании в самом низу под видео будет ссылочка в описании вот вы можете посмотреть и вот там наша первая леди страны посмотрите какая она красивая и вы знаете на чем я не сделала акцент я не сделала акцент на том что она всегда была с улыбкой она всегда весело смеялась у нее был очаровательный смех и она одна из первых носила крест вот так открыто будучи женой первого секретаря цкап кпсс вы представляете что могли сделать тогда с горбачёвым она в открытую вот так вот носил и показала всему миру она ну бывшему советскому союзу она показала всем что вы свободны от этого рабства что вы в свободны вероисповедания верьте в бога и я с богом и я уверена что она сейчас в раю я уверена посмотрите и не надо мне за других рассказывать девочки я читала книгу еще наверное лет в 20 кремлевские жены это эту книгу написал эдуард тополь все что сейчас вот эти вот фильмы из пальца высосаны все это ерунда а он проникся и в архивы у него был доступ и общался и как раз он написал в те времена вот эту книгу кремлевские жены эдуард тополь вы знаете что случилось с ним потом он вынужден был эмигрировать соединенные штаты америки и я прекрасно все знаю что там проходило поэтому вот люблю взять чашечку чая включить посмотреть какие-то фотографии по вспоминать и вот так вот мысли вслух у меня вышли и конечно было бурное обсуждение и даже в грубой форме мне написали два письма на личку потому что понимают что здесь работает редактор вот а потом я ставлю когда редактор отработает вот сейчас я читаю ваши комментарии уже после того как мой редактор отредактировал и уже ставлю вам эти сердечки потому что я вас очень люблю от всего сердца ставлю и вот читаю например феня фенечка спасибо за видео или там михаил киртока но это не михаил написал а это написала его наверное супруга вот она написала здравствуйте катенька это написала до его супруга катенька я два дня уже не могу оторваться от ваших роликов я в шоке у меня нет слов вы умница красавица самое-самое дай вам бог здоровья счастья любви всего самого хорошего вы особенно человечки я вас люблю как как мне вас не любить а вот как мне вас не любить тамарочка и пишет дальше мне 60 лет зовут тамара спасибо богу что вы есть у нас всех если захотите увидеть молдавию я приглашу вас к себе в гости хорошо тамарочка если захочу и я вам скажу а если я захочу чтобы вы все ко мне приехали девчонки так мне хочется сделать вот такой вот как бы чтобы хотя бы на неделю приехали в летнюю резиденцию и вот так вот я читаю и все ваши все и валюшу всех я уже прочитала вот там у меня выше и верочку прочитала и лидию да вообще всех катюшу татьяну журавей всех всех абсолютно и такое впечатление что я с вами сижу и пью чаек вот как пишет верочка интересно всегда смотреть с тобой за такими особыми и пить наш чаек вот и мне тоже я сейчас кстати тоже пью чаек и рассказываю теперь там некоторые пишут мой сын сын говорит мама здесь вот одна женщина написала отписываюсь я говорю сыночка а ты спроси зачем она написала об это когда не надо я удалю просто все грину удали вот после вот этого видео после того как я рассказала про первую и последнюю жену то есть у нас еще завистливые злые есть есть у нас еще такие люди но что же я могу ничего ничего я вот однодумцем ставлю мы как подружки вы не понимаете не относитесь к этому столько столь серьезно я понимаю что очень много больных людей я понимаю я даю 10 процентов и сыну говорю всегда сына 10 процентов больных то есть не обращая внимание даже близко к сердцу не воспринимая он уже все он уже настолько научен что он просто хохочет смеется иногда зовет на мужа моего чтобы прочитать посмеяться ну над такими я имею ввиду неадекватными есть такие очень много казалось бы ну что ты даешь ты благословляешь людей а я за них молюсь я потом говорю сын давай не будем моли ругаться но в смысле не будем их ну смеяться потому что ну не нужно это люди больные но мама они же посмотри какой мат пишут я говорю ну давайте помолимся за них и вот вчера сели втроем и помолились за всех неадекватов которые которых каким-то образом заносит но я думаю может быть с ними поработает господь и все-таки он их как-то восстановит ну ментальность их может быть нервное какое-то лекарство в своей божьей поликлинике выпишет а вообще радуйтесь там написали такое жесткое письмо по поводу почему вы радуетесь там вы должны быть более смиренные вы там одеваетесь на показ там рассказываете об этих моделях все послушайте вот если вы откроете псалом сто двадцать первый стих первый псалом давида то там вы прочитаете возрадовался я когда сказали мне пойдем в дом господин вот я вспоминаю эти строчки всегда пойдем в дом господин и я радуюсь потому что в том доме будет очень хорошо а вот в адском пламени будет очень плохо мы я понимаете я получила такой подарок я прошла какой-то уровень я не знаю какой я вышла на уровень земля мне дал возможность господь из всех вот тех вариантов я одна я прошла понимаете я выиграла этот билет и я вышла на этот уровень мне нужно мне просто необходимо его пройти достойно и я радуюсь знаете почему потому что я хочу на следующий уровень но чтобы этот уровень назывался рай а не ад возможно я уже когда буду в раю я уже не буду помнить что там после суда да как и что было может быть сотрудную память может еще потому что я же не помню что было до земли но я абсолютно точно знаю что этот уровень существует потому что я кое-что прошла в реанимации это знаю все мои родные и близкие и вот мы как верующие люди получили множество благословений мы можем познавать бога слышать его голос принимать его любовь полагаться на него в том что он восполнит все наши нужды я это знаю я вам говорю что он восполнит все ваши нужды все не одну не две все но в это же верить надо и потом наслаждаться осознанием того что он не оставит без внимания ни один аспект нашей жизни и я когда молюсь всегда говорю господи не оставь без внимания ни один аспект моей жизни ни один аспект жизни моих родных и близких моей семьи моей интернет семьи ведь в нашей жизни есть много такого что приводит нас в восторг так почему же нам не восхищаться своими отношениями с богом а мне кажется что моему отцу господу богу приятно когда его дочь радуется а не когда она ноит и просит просит и ноит ноит и просит люди часто говорят если бы вы видели мое сейчас лицо вы бы наверное разочаровались во мне мгновенно люди часто говорят знаете что внешнее проявление ну мне говорят энтузиазма в духовной сфере это эмоциональное а значит неправильное поведение вот я считаю что эмоциями наделил нас сам бог и он не хочет чтобы эмоции руководили нами но он дал нам их с определенной же целью в том числе и для того чтобы мы могли наслаждаться общением с ним если мы действительно радуемся отношениям с богом зачем нам скрывать свою радость в отношении с людьми в отношении вот какую-то передачу посмотрели я радуюсь я радуюсь что тогда в те тяжелые времена она провозгласила слово божие вот таким способом вот таким никто не мог так смело это сделать никто а я знаю что за этим могло последовать и какие разговоры были после этого Эдуард Тополь в своей книге об этом кресте написал ну вот кто написал мне письмо на личку про то что вот я слишком много радость скажите мне пожалуйста просто вот ответьте на вопрос почему наша духовная жизнь должна быть унылой мрачной скучной и одеты мы должны некрасиво почему а вот ответьте внизу мне на вопрос неужели сущность верующего человека это угрюмые лица печальная музыка это скорб это торжественные ритуалы это я не знаю какая-то скромно темная одежда я вам скажу нет вот вот то что я сегодня вам прочитала стих давида да возрадовался я когда сказали мне пойдем в дом господин что вот радуется когда идет в дом божий вот ведь вся моя жизнь это шаг за шагом приближение к богу это не отдаление а приближение к богу и шаг за шагом я радуюсь потому что мне сказали что я иду в дом господин вот я иду каждый день у меня уже меньше и меньше дней потому что я приближаюсь поэтому я радуюсь кто-то боится страшно смерти видно есть почему слава богу христос меня оправдал христос забрал мои грехи я пошла именно по этому пути пути именно по этой причине потому что я была очень грешна очень да и сейчас нет нет раз да и в грех впадаем а потом думаем зачем же я это сказала зачем это у меня вылетело почему я вот так повела себя и начинаешь каяться но ты каешься потому что ты знаешь тебя простят и что ненамеренно когда это случайно происходит и вот во второй книге царств глава 6 стих 14 я прочитала то как скакал из всей силы пред господом он давид там имеется ввиду он также играл на гуслях давид давид дауд его все знают и мусульмане знают дауда и христиане знают и конечно же израильтяне тоже знают иудеи а густом пел господу и ликовал он еще раз DevOps и бог его очень любил очень нрав身 оно играло на гуслях но это сейчас гусле это сейчас теперешняя гитара он пел господу и ликовал вот так там написано Давид жил во времена Ветхого завета Мы, и Богу очень нравилось, что Он играл на гитаре, перевожу вам Пел и ликовал Мы с вами сегодня живем, конечно, в эпоху Нового Завета И благодаря тому, что, ну вот Христос, я полна надежды Вот благодаря Ему, я полна радости и мира Так написано к римлянам, глава 15, стих 13 А почему бы мне не радоваться, если за меня, когда я болею Я только начинаю, только ко мне подходит какая-то болезнь Я тут же, тут же провозглашаю в своем доме здоровье Говорю такие слова, что Христос понес мои грехи и болезни на кресте Как написано в Библии Делаю ссылочку на тот момент, где это написано И все, все И, естественно, поступаю по-мудрому Настолько, насколько это возможно со своим организмом И я на следующий день здорова Хотя я уже знаю, что я в ту секунду исцелена Вот так Все силы, любые силы высвобождают Господь, любые Нам уже не нужно изо всех сил стараться, чтобы Бог принял нас Мы радуемся тому, что вот Иисус, Он принял нас по благодати Нам не нужно оправдываться делами, так как мы оправданы по вере Но, конечно же, мы оправданы по вере Но дальше вера без дел мертва, друзья мои Поэтому моя радость, что я оправдана Но я не хочу умертвить свою веру Поэтому, чтобы моя вера не была мертва Делаю дела параллельно Вера без дел мертва Без Божьих дел, друзья мои Без Божьих дел Не своих, не эгоистичных А Божьих дел Вот Мы можем слышать Его голос Мы можем наслаждаться Его присутствием Благодаря Библии Слову Божьему И мы освобождены от любого вида рабства Поэтому там написала мне женщина Вы не можете жить И вот о правительстве ничего не говорите Я не хочу Я освобождена от любого вида рабства Я освобождена И политика меня никак не волнует Вообще И мне много уже не одно десятилетие Жить приятно так Я не засоряю свою голову мусором Я выбираю Вот смотрю себе Вот такие фотографии, например Мыслю вслух Включаю Видео И наговариваю Разговариваю с вами А потом смотрю Что вы мне написали по этому поводу И вы меня Тут же Окрыляете Вдохновляете И даете Глоток Свежего воздуха Даете глоток Кислорода Даете запах Озона Знаете, как после дождя Вот этот вот запах Вот то, что я чувствую Когда читаю Ваши комментарии Так что мы Освобождены от любого вида рабства А я считаю, что Когда вы Смотрите постоянно телевизор И Вот эти все политические Там, я не знаю Шоу, программы Новости И так далее Вы Уже В рабстве Вы не можете Не включить Вот заметьте Хоть один день Значит А значит Вы уже В рабстве Все Вы уже не в Боге А вы в рабстве Вот когда вы сможете От этого уйти И вы напишите мне Вот я действительно ушла Вот значит Вы смогли Это рабство Себя снять И вы Признали Что вы теперь Под Богом Вы единственный Чей раб Чья дочь Соработник Раб Это соработник Боже Вот Вот Есть 10 заповедей И плюс Заповедь любви Все Что еще нужно Разве у нас нет причин Ликовать Есть Запишите 10 причин По которым Вы можете Радоваться Сегодня Напишите мне Внизу Ваши 10 причин А я люблю Вас Будьте благословенны Вы И ваши Близки Надеюсь Что я Ответила Всем На вопросы А мои сердца Говорят о том Что я вас Прочитала Поддерживаю И люблю Пока Пока